Инструментальное обследование потоков транспорта завершают в шести крупных городах региона – Иркутске, Шелих, Авиандрарске, Уссолье, Сибирском, Черемхово и Братске. Его задача – оптимизировать действующую маршрутную сеть, определить возможности уменьшения пробок, сделать движение комфортным для водителей и пешеходов. Специалисты изучают пассажиропоток на межмуниципальных и городских маршрутах, в том числе в трамваях, троллейбусах и автобусах. По данным операторов мобильной связи, определяют показатели маятниковой миграции, ежедневных поездок людей на работу и учебу в другие населенные пункты. Завершить обследование планируется к 9 октября. На его основании разработают документы транспортного планирования, которые позволят сформировать сценарий развития транспортных потоков на ближайшие 10 лет и оптимизировать действующую маршрутную сеть в шести городах региона. Оперативная группа главного управления и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают обстоятельства пожара с гибелью трех человек, произошедшего в Уссоле-Сибирском. От очевидцев поступила информация о горении одноэтажного брусового дома на улице Линейной. К месту направили четыре пожарных расчета. Прибывшим пожарным соседи сообщили, что в доме находятся люди. Они слышали мужской голос, просивший о помощи. Дом и гараж были полностью охвачены огнем. Произошло частичное обрушение кровли и потолочных перекрытий. Из рядом стоящей бани сотрудники МЧС спасли пять человек, включая четырех несовершеннолетних. Еще одного пострадавшего обнаружили в доме. Эвакуировав его из горящего здания, пожарные успешно провели сердечно-легочную реанимацию. По предварительным данным, первоначальное горение происходило внутри веранды дома. Рассматривается электротехническая версия возникновения пожара. Также не исключается версия неосторожного обращения с огнем со стороны погибших. Олимпийские чемпионы, победители мировых турниров Александр Лебзярд, Денис Лебедев и Александр Поветкин вновь открыли зал борца в Андарске. Последние годы здание находилось в аварийном состоянии. Благодаря инициативе местных спортсменов, поддержке общественности и властей за несколько месяцев оно преобразилось до неузнаваемости. Теперь в зале есть все необходимое для занятий спортом. Приезд знаменитых спортсменов для Андарска становится доброй традицией. Год назад боксеры открыли аналогичный зал в 189 квартале. Сегодня он пользуется огромной популярностью среди местных спортсменов. По словам представителей Андарской федерации борца, открытие очередного зала – далеко не финальная стадия популяризации спорта в округе. В планах продолжать тренировать детей и выращивать из них настоящих чемпионов, которые даже после завершения профессиональной карьеры продолжают жить спортом. Сегодня я увидел много голодных по-спортивному взглядов маленьких подростков. Радостные лица родителей молодых. Я уверен просто, вот у меня внутри такое чувство, поющее, что именно здесь, вот в глубинке, в микрорайоне, в районе цементной, да, города Ангарска, здесь именно выросли чемпионы. В Усть-Куте стартовал муниципальный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2023». В конкурсе принимают участие 10 педагогов. Мероприятие прошло на базе детского сада номер 54 «Мишутка». Воспитанники сада вместе с воспитателями подготовили концертную программу, пели, танцевали, за что получили бурные аплодисменты. Члены жюри оценивали участниц в конкурсном испытании «Педагогическая находка», где каждый воспитатель рассказывал о применяемых им методах и технологиях работы с детьми. Результаты конкурса будут известны 6 октября. Победитель муниципального этапа представит Усть-Кутский район на региональном уровне. В 2024 году в Братске пройдет 8-я международная конференция «Культура русских в археологических исследованиях». Для города это станет первым мероприятием такого масштаба. Гостей примут Музей истории освоения Ангары и Братский государственный университет. Конференция основана Институтом археологии от Нагдафи Сибирского отделения Российской академии наук. Ее цель – объединить труды ученых для исследования формирования культуры русского народа в Сибири. Это единственная в нашей стране профильная конференция по такой тематике. Братск выбран принимающим городом не случайно. Это один из первых в Восточной Сибири городов, которые построили русские. Археологам также интересна архитектура Братского острога. Проведение такого уровня конференции при поддержке администрации города Братска безусловно привлечет внимание научного сообщества, повысит узнаваемость нашего музея. Мы уже провели встречу с ректором Братского государственного университета Святовым Ильей Сергеевичем. И он нам любезно предоставляет аудиторию технически все возможности для того, чтобы мы могли провести на высоком уровне такую конференцию. Субтитры создавал DimaTorzok